Всем привет, в эфире «Карта мира», я Егор Низамов. В Багдаде состоялась совершенно незаметная на первый взгляд церемония, главным героем которой стал глава Пентагона Леон Панетта. Без особого пиетета он сообщил о том, что война в Ираке официально закончилась. Многие из тех, кто выступал вчера на багдадской церемонии, говорили о победе, то есть об успехах американских солдат и о том, как народ Ирака сбросил с себя бремя диктатуры и встал на путь демократических перемен. Но даже обстановка, в которой проходила вчерашняя церемония, напоминала о том, что с безопасностью в стране еще не все в порядке. Гостей собрали на хорошо охраняемой территории аэропорта, а она окружена высоким бетонным забором, который должен защищать от взрывов. На стульях участников церемонии, где, кстати, почти не было иракцев, лежали бумажки с указанием имени и номером бункера, чтобы в случае атаки все знали, где искать укрытие. Теракты в Ираке не утихают, и если не считать самих граждан страны, то этим больше всего обеспокоены, конечно, владельцы иностранных нефтяных корпораций. Они за свой счет восстанавливают инфраструктуру, вкладывают большие деньги, но чувствуют, что правительство не может гарантировать им безопасность. Это стало очевидно, когда в ноябре представители ExxonMobil, Энни, Бипи и Лукойла отказались от участия в конференции в нефтяном городе Басра. Их напугала серия взрывов в Багдаде и вокруг него, которая унесла 25 жизней. Во вторник какие-то боевики подорвали трубопровод на юге страны, и Бипи пришлось прекратить добычу. Но даже несмотря на плохую обстановку с безопасностью, нефтяные компании полны решимости разрабатывать иракские ресурсы. Во-первых, потому что ресурсов этих очень много. Только по доказанным запасам Ирак занимает четвертое место в мире. Во-вторых, потому что добывать нефть в Ираке сравнительно просто, и обходится это в копейки. А продается она по высокой цене, поскольку очень качественная. Из-за этого распространилось такое предположение, что добыча иракской нефти приносит гигантские прибыли. Но это миф. Как и рассказы о том, что вся эта нефть принадлежит американцам, а свержение Саддама Хусейна США затеяли специально, чтобы завладеть черным золотом. Даже если такой план существовал, он провалился. Три года назад правительство Ирака пыталось заключить краткосрочные контракты с американскими компаниями Chevron, Shell и ExxonMobil без всякого тендера. Но против этого восстали члены иракского парламента, которых поддержали многие конгрессмены из США. Иракскому правительству пришлось проводить аукционы, и большую часть месторождения получили вовсе не американские корпорации. Их поделили между собой китайская China National Petroleum, итальянская Eni, малазийская Petronas, британская BP, норвежская Statoil, российские компании Lukoil и Gazprom и другие. Единственная американская компания, которая получила доступ к иракской нефти, это ExxonMobil. Она вместе с BP разрабатывает месторождение западная Курна на юге Ирака. Когда проводили аукцион в 2009-м, все эти компании рассчитывали получать где-то долларов 20 за каждый добытый баррель. Ведь они вкладывают в строительство предприятий огромные деньги. Но власти Ирака на это не пошли. Они предложили максимум 5 долларов вознаграждения. Ведь они вкладывают огромные деньги в обеспечении безопасности. Но сейчас, когда американские войска покинули Ирак, нефтяные корпорации опасаются, что за безопасность персонала им придется отвечать самим.